всем привет тактики давайте сегодня разберем один из самых старых споров что же лучше выбрать для самообороны защиты своего жилья своей собственности это пистолет оставались ты дэйби карабин или дробовик если мы будем говорить про пистолет то мы будем говорить и про резину то есть резина стрел и про нарезное то же самое про карабины и про ружья мы будем не только говорить мы также сама выйдем на стрельбище возьмем пистолет возьмем карабин возьмем ружье и постреляем сделаем пару упражнений и посмотрим как определенный вид оружия ведет себя в определенных условиях первое упражнение перенос огня дистанции у нас близкие так как это самооборона нам не надо стрелять на 50 на 100 метров не забывайте про это кстати потому что если вас будут учить что сама оборона 100 200 метров с пистолетом и ружьем мы постреляем по двум мишеням карабину мы добавим за такую задачу как еще и освобождение заложника так броня контроль тут вообще красиво все мимо плиты 1 2 3 отпусти ты можешь уйти отпущу и так первый нас не послушался получил троечку 2 тоже не ушел мы его достали немного ниже стрелял так и хотел попасть под плиту этого чувака были самые большие шансы сказал уйди я тебя отпущу но он не ушел извини братуха так дроп с 5 метров братуха упал не выдержал даже первого попадания идем дальше так а вот что значит дроп с 20 метров вот я этому чуваку вообще не завидую честно скажу он больше не пойдет по девочкам с легкими тоже проблема и будет полным уродом упражнение номер два по моему сценарию это дом жена спустилась например вниз на кухню мало ли чего спугнула грабители и грабители испугались не знали что делать взяли жену в заложники вы это все дело услышали услышали крик взяли оружие спустились вниз итак первый стены придется на кухне перекрасить но дорогая ты жива страшненько какая-то итак а тебе у нас куда досталось мне кажется ему тоже достаточно так это было от пистолета это от карабина так здесь плита голова так что никто не ушел итак этому чувачку я целился в основном сюда но как я и знал все таки зацепил заложника раз и вот он первый минус дроби итак целился я сюда но все таки это ружье и разброс даже на десяти метрах я зацепил заложника и так дальше картечь и так это у нас были пули как вы можете видеть в этих всех трех ситуациях все оружие все работает все четко но у ружья есть один большой минус она не настолько точно давайте пройдемся по плюсам и по минусам наших трех видов оружия пистолет самое главное его достоинство это его компактность то есть его удобно хранить его удобно носить также это удобно и для ношения есть скрытая кобура открытая кобура оперативная какие угодно можете сумку купить специальную женщина может носить даже в своей обычной сумочке так что это очень большой плюс устройство также один из плюсов даже наличество множество мелких запчастей не является помехой при обслуживании чистки при условии что вы имеете хотя бы базовые навыки обращения с оружием третий плюс это удобство обращения с пистолетом даже после курсов базового пользования и имея базовые навыки пользования пистолетом вы сможете оценить достоинство короткостволов устройство большинства пистолетов позволяет их легко приводить в готовность интуитивно зарядить или сменить магазин одной рукой свободно оперировать предохранителей кнопкой сброса магазина и затворной задержкой из минусов это малая дальность эффективной стрельбы точность будет хромать особенно у новичков но для самообороны этого будет достаточно основным минусом револьверов является это количество боеприпасов от 6 до 8 я считаю такие калибры как 38 спешл и 357 магнум есть еще 22 лунграйфл но я для самообороны их не рассматриваю плюсы карабинов главный плюс карабина это его универсальность оборона жилья может быть расширена до охраны и контроля территории всякое может быть также охота выживание боевые действия и так далее мощность боеприпасов карабина это отдельная тема она его и плюс и минус одновременно сложно представить самооборону с калибрами 300 вин магнум 6.5 кридмор 50 бмг поэтому к выбору калибра нарезного оружия надо подходить с умом 9 на 21 и 22 лунграйфл хорошие кандидаты 223 ремингтон отдельная история фбр провела исследование пришли к выводу что 223 патрон подходит для применения в городских условиях и для ближнего боя так как пуля имеет малую массу и высокую скорость быстро разрушается об естественные преграды такие как стены автомобили и так далее 7 62 на 39 и 308 уже обладают другими характеристиками к минусам карабинов можно отнести только их габариты гладкоствол ружье дробовик плюсов много простота переломки и помпы это наверное самое простое что может быть как обслуживание так и в применении дробовые и картечные боеприпасы простят неопытному стрелку многие ошибки дропе картечь далеко не улетят и не отрикошетят соседний дом одновременно этот плюс может быть и минусом когда требуется точность выстрела в итоге я могу сказать что только от вас зависит какое оружие вы выберете для защиты себя своей семьи своей собственности но помните как говорит один мой знакомый если мы стреляем значит до этого мы все делали неправильно вывод если вы не имеете прямых угроз не хотите тратить много денег на оружие аксессуары тренировки одновременно дома вы хотите иметь надежное и универсальное оружие я рекомендовал бы вам купить ружье дробовик или полуавтомат или помпу отлично также с ружьем можно выезжать на охоту и организовать по стрелушке выгодного дня по бутылкам но не забывайте про технику безопасности если вы нацелились на нарезной карабин вы должны понимать что выбор требует более грамотного подхода при грамотном выборе системы и калибра вы получите замечательное оружие которое подойдет для защиты дома охраны вашей собственности так же самое для выживания охоты и спорта но если вам вашим родным вашему бизнесу угрожает опасность и вам требуется защита 24 на 7 я рекомендовал бы иметь более компактное оружие лучше всего для этого подойдет пистолет или револьвер также не забудьте пройти курсы по обращению с оружием если вам грозит опасность то я вам советую пройти более углубленные курсы я надеюсь это видео было вам полезным так что не забывайте подписываться на канал ставить лайки у кого какие вопросы и предложения в ссылочках будет ссылка на мой телеграм-канал и все остальные мои ресурсы так что держите порох сухим с вами был канал тактик юа увидимся